Так, я уже рассматривал, в принципе, как выглядит нейрон, когда говорил про персептрон. Вот я предлагаю снова рассмотреть, только в общем виде. Нейрон, ой, персептрон – это всего лишь, скажем так, частная реализация интерфейса нейрон. Существуют и другие реализации. Вот какие типы нейронов существуют, в этом видео мы и посмотрим. Немного поговорим о том, где, какие применяются. Итак, давайте вначале разберем общую идею, что из себя представляет нейрон как таковой. Нейрон – это у нас… То есть, вот у нас есть какой-то нейрон, есть какой-то нейрон, да? Так вот, этот нейрон, его ядро состоит из двух важных частей. Первая часть – это некая сумматорная функция. Вторая важная часть – это некая активационная функция. То есть, некая сумматорная функция и некая активационная функция. Так вот, мы берем и комбинируем их. Следующим образом, то есть, а, с, вот чего-то. Отчего? Чтобы наш нейрон заработал, мы ему должны подать какой-то сигнал, какую-то информацию. Обычно, если это у нас первый, да, уровень, то сюда подаются признаки по какому-нибудь наблюдению. Но, если это уже промежуточный слой, то здесь может передаваться результат работы другого нейрона. Но идея здесь одна и та же. Самое главное, что на нейрон мы должны подать какую-то информацию. Либо пример конкретный, который мы хотим вычислить. Либо результат работы предыдущего нейрона, предыдущего слоя, например. Но подаем мы их не абы как, мы их передаем через коэффициенты дополнительные. То есть, мы каждый, каждый элемент, каждый элемент входящий, умножаем на некий вес. И в итоге мы получаем некую, вот, некий вектор, можно сказать, да. И мы все это передаем нашу сумматорную функцию. А потом просто берем и суммируем. Каждый элемент скажем. То есть, наша сумматорная функция, это не что иное, как сумма произведения весов на х. То есть, на те конкретные значения, на которых мы хотим запустить работу нашего нейрона. Здесь еще важно отметить, как в линейной регрессии существует смещение, так и, когда мы рассматриваем нейроны, тоже существует такой, скажем, некий пазовый сигнал, который поступает на нейрон в любом случае. Обозначает его обычно х ноликовое, оно принимает значение всегда одинички, но у него тоже есть какой-то вес. А вот вес может меняться. И тогда наше значение сумматора функции, оно, в принципе, его можно записать точно таким же видом. Ну или, если используя линейную алгебру, то есть вот просто. Вектор весов на вектор признаков умножения. Обычно скалярное присоединение, да. Когда мы вот это посчитаем, у нас же здесь получится конкретное значение. И вот его мы передаем нашу активационную функцию. Нашу активационную функцию. То есть вот здесь будет уже конкретно vx. вот такое вот устройство. И, да, стоит проговорить. Результатом работы нейрона это будет результат работы, результат вычисления активационной функции. То есть в итоге мы получаем некий конечный результат. то есть результат. Это тот результат, который нас интересует, либо мы передаем дальше другому нейрону, если у нас сеть. Но мы сегодня разбирать будем не сеть, мы рассмотрим некие ячейки, некие простые нейроны, из которых строятся сети. Так, вот мы выяснили общую конструкцию. Теперь давайте разберем какие-нибудь конкретные случаи. Сперва вернемся к персептрону, который мы уже смотрели. Персептрон, персептрон... Надо еще... Уточни, сумматорная функция, она одна и та же будет. Одна и та же. В принципе, теоретически ее можно менять. То есть это... Но, как правило, этого не делают. Мы меняем активационную функцию. То есть разница между нейронами, типом нейронов, будет именно в типе активационной функции. Теперь возвращаемся к нашему персептрону. Персептрон. Персептрон, что такое? Какая там была активационная функция? Вспоминаем. Единичка. Если результат сумматорной функции больше нуля, ноль. Если результат сумматорной функции меньше равно нулю. Все. То есть графически это... Ну... Вот так изображалось. Это наш персептрон. Мы уже знаем, что персептрон, когда он один, он имеет существенные ограничения. То есть он может вычислить далеко не все. Но когда их много, работу, которую они могут совершать, усложняется. Но здесь еще можно подметить по результату, что персептрон мы не можем использовать для таких задач, которые, например, осуществляет линейная регрессия. То есть если мы хотим какой-то получать непрерывный признак, например, стоимость дома, то есть это же непрерывный признак. То есть через персептрон мы решить его не сможем. Но мы можем это сделать, если всего лишь изменим нашу активационную функцию. Смотрите, если в качестве активационной функции мы подадим вот такую функцию, как identity, то есть это функция, которая возвращает самого себя. Или на графике это классическая линия под 45 градусов. если мы раскроем вот нашу то пункцию, да, то заметим, что наш нейрон, наш нейрон, да, это же наш нейрон, результат его работы, по сути дела превратился в линейную в линейную регрессию. И в самом деле здесь мы оставляем только vx, но id от vx, если мы все поставим, наше основное уравнение, то есть id и то, что у нас в моторной функции это просто вот, vx, а это не что иное, мы должны распознавать, что это просто линейная регрессия. То есть мы линейную регрессию выразили через нейрон. Прикольно, да? то есть на нейронные сети можно смотреть уже совсем по другим углам. То есть это получается некая общая абстракция, в которую мы вводим какие-то конкретные правила и получаем какие-то частные решения. то есть в действительности прямо как наш мозг. То есть мы по сути дела ведь одни и те же клетки, да, решаем для различных задач. и здесь тут тоже, то есть у нас есть нейрон, мы просто там общего вида, то есть это всего лишь сумматорная функция, на которую мы накручиваем активационную функцию. Дальше просто мы меняем активационную функцию и получаем различную работу, которую мы можем совершать. Так, давайте теперь посмотрим еще одну очень знакомую вещь, это логистическая регрессия. А в логистической регрессии что у нас используется? У нас используется сигмоиды, так ведь? у нас там используется активная функция сигмоиды, если я правильно помню, да, вот так вот должно быть. Ну, а на графике на всякий случай нарисую, вдруг кто забыл. Так, здесь у нас 0,5 0,1 и она собственно вот так вот здесь стремится к единичке, потом плавно преломляется и вот так вот. И вот так вот. То есть при больших отрицательных x это у нас все это дело к нулю начинает стремиться. так вот я думаю вот она да, все правильно написал. так вот так вот если теперь наши активационные функции будет сегмоида нашей сумматорной функции, то это ведь ничто иное как мы опять нейрон превратили в логистическую регрессию. То есть это мы опять скажем так увидели, что нейронные сети это всего лишь общий случай многих решений, которые мы уже знаем. интересное наблюдение. Так вот, вот этот нейрон называется сегмоиданием нейрон, когда активационная функция у нас сегмоида. На сегмоиду подождите, подождите, вот поскольку ладно, не поскольку, вот логистическая регрессия что делает? Она возвращает нам вероятность события, так? Или классификацию мы можем решать благодаря логистической регрессии. И соответственно нейрон, у которого активационная функция сегмоидальная, он решает ту же самую задачу. То есть если вам нужна классификация или вероятность наступления событий, вы можете использовать буквально один нейрон. То есть никаких сетей вам делать не нужно. Хорошо. Дальше. Очень похоже на сигмоидальный нейрон. Есть такой нейрон, у которого активационная функция киберполический тангенс. Я сейчас точно не помню. минус х, 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 поэтому я подсмотрю. Угу. Внизу только плюс. Он очень-очень похож, только он сжат в другие рамки. Там он был от нуля до единицы, а здесь от минус единицы то единиц. Ну и немного сильнее прижимается к нашей вот основной к у. То есть наш нейрон это тангенс от нашей сумматорной функции. Задачи он решает ну можно сказать те же самые что и сигмоидальный нейрон. Но здесь вот смотрите он у нас минус 1,1 да? Если мы решаем например задачи классификации то примеры у на которых мы тренируемся должны соответственно иметь значение либо 1 либо минус 1. Если мы используем вот этот киберполический тангенс для данной работы. хорошо дальше поехали есть еще два таких интересных 2 2 2 2 2 2 интересных нейрона о которых я хотел сказать первый из них это я графически изображу первый это rectify linear unit вот такой график имеет второй это некое его приближение rectify linear unit это называется soft plus то есть какое-то приближение то есть это soft plus это ln 1 плюс e по-моему вот так вот если я не забыл надо это просто посмотрим правильно вот а вот это вот rectify rectify да rectify linear unit это смотрите 0 если результат нашей сумматорной функции меньше равно нулю то есть вот вот эта вот часть а дальше результат нашей сумматорной функции приезд больше нуля то есть дальше вот здесь вот это заставит или по-другому это можно еще написать как максимум от s и 0 то есть если отрицательное то всегда будет 0 если положительный любой положительный топ там просто какая-то прямая линия круто на вот такая необычная линия есть где она используется она используется например если у вас задача распознавания речи или или вы используете хотите решить задачу связанную с изображением там тоже часто используется данная данная функция данная активационная функция то есть у нас сейчас здесь еще два дополнительных типа нейронов появилась когда активационная функция soft plus и тут какая-то наша стандартная сумматорная функция и есть еще релу еще два дополнительных два дополнительных нейрона какие есть еще активационные функции соответственно какие еще есть типа я вам предлагаю на самостоятельное обучение но самостоятельное обучение здесь весьма их много и по большому счету вы должны будете самостоятельно выбирать тип активационной функции в зависимости от задачи которую вы собираетесь решать сделаю одно небольшое замечание в частности вы можете вот здесь наблюдать интересные свойства вот видите некоторые желательные свойства функции активации нелинейность непрерывная дифференцируемость монотонность по большому счету все эти свойства они нужны для чего для вычислений для вычислений вот этих вот весов которые которые мы используем в нашей сумматорной функции чтобы воспользоваться например методом граниентного спуска и посчитать эти веса если у нас функции линейные то мы это вот этот метод использовать не сможем если функции линейные мы активационные функции используем поэтому лучше использовать нелинейные нет безусловно есть методы с помощью которых можно решить проблему то есть находить все-таки минимум даже у линейных функций но лучше все-таки использовать нелинейные так это первое маленькое замечание и теперь некий план или некий big overview смотрите мы вот знаем что есть нейроны нейроны они бывают разного типа нейроны да сами по себе они уже вот когда он один один нейрон мы уже можем решать интересные задачи интересные задачи то есть мы видели что например если мы применяем сигмоид то по сути дела мы нейрон может превратить в логистическую регрессию если мы применяем identity в качестве активационной функции то мы фактически превращаем нейрон в линейную регрессию то есть даже один нейрон уже способен на многие вещи ну или вот перцептрон мы видели тоже в принципе способен но все становится гораздо интереснее когда мы начинаем комбинировать наши нейроны нейроны составлять некие слои то есть рисовать некие сети некие нейронные сети и по большому счету следующим большим шагом в изучении нейронных сетей когда вы поняли что есть нейрон как найти его веса найти веса у перцептрона мы уже видели как найти веса а у вот этих вот я уже сказал наметнул что это считается градиентным спуском градиентный спуск так вот о чем это дальше следующим большим степом когда вы поняли вот вот эти вот ячейки вам нужно понимать нейронные сети и вот здесь вот нет никакой жесткой как бы это сказать нет никаких жестких правил какими должны быть сети есть нет это это не теоремы какие-то существуют просто хорошие практические решения определенные архитекты архитектур сетей то есть следующим степом когда вы разобрались с нейронами да конкретными ваша будет цель это изучать архитектуры сетей архитектуры сетей вот известные типы сетей к к к к к к ну ладно посетите тут поизучайте то есть это то к чему ну я буду своих видео двигаться и вам нужно к этому тоже двигаться если вам данная тема интересует то есть от простых вещей от нейронов конкретных единичных к сетям и нужно смотреть дальше какие существуют архитектуры сетей уже есть для конкретных задач разные архитектуры то есть которые показывают хорошие практические результаты вот вот на этом я предлагаю закончить данное видео see you next time bye